Гарри Гордон – представитель живописной школы южно-русского реализма. Это не направление, не стиль, хоть и напоминает внешними признаками импрессионизм, признается автор. И продолжает это мироощущение – братство единочувственников, разделивших свободу равными долями. Это пространство, где прозрачные тени диктуют условия. Живопись Гордона нетороплива и доверчива, со своим неповторимым голосом, дыханием и цветом. Все работы, которые здесь представлены, на мой взгляд, они требуют прочтения. То есть они настолько выполнены мастером, интересны, филосмуски. Приглашают к размышлению картины своими работами. По-своему, эта выставка, конечно, интересна и уникальна для нашего музея-заповедника. Основная часть экспозиции – это знаковые программные произведения разных лет и новая серия работ 2015 года, главным источником вдохновения для которых стала сама природа. Выставка получила необычное название «Свежий воздух 101». В том, что начало этой выставки дали вот те работы на той стенке, которые я написал летом с натуры или почти с натуры. И писал я это 101 день. Так случилось, что Гарри Гордона гораздо больше знают как поэта и прозаика – издателя, сценариста и художника-постановщика фильмов, которые снимает его сын Александр Гордон. Но по образованию он именно живописец – окончил Одесское художественное училище. И то, что она сборная, это редко бывает, потому что, как правило, выставки тематические, то есть то, что сделано за последний год, два, поэтому она такая фундаментальная. Я некоторые работы даже подзабыл, если честно, а некоторые, мне даже, кажется, и не видел. Визуальный ряд выставки сопровождается аудиозаписью голоса Гордона, уже как писателя и поэта, где автор читает свои литературные произведения. Будет на выставке звучать музыка, будут на панели репродуцироваться картины, которые не вошли в экспозицию, которые, может быть, в музеях уже, может быть, в частных коллекциях. Такое взаимодействие звука и созерцание живописи позволяет добиться максимального воздействия на зрителя, одновременно затрагивая все грани чувственного восприятия. Я уже не в первый раз была на выставке данного художника. И мне нравятся его картины, которые такие расплывчатые. В них нет детальности, и мне нравятся краски пастельные. По словам самого мастера, поле искусства столь синтетично, что для него совершенно не принципиально, какими средствами выражать свои мысли, чувства, состояние души, буквами или красками. Поэтому стихи Гарри Гордона можно назвать живописью в динамике, а картины – воплощением застывшего момента молчания, говорящего при этом все о тех же вечных истинах. Наталья Буслаева, Павел Игнатьев, Анастасия Нурхонова, Видное ТВ.